Всем привет, меня зовут Оля Понедельник, мы с вами давно не виделись, по крайней мере я уж точно, а вы в предыдущие три дня смотрели беседу со мной и девочками на тему нашей ютуберской жизни, скажем так, так что я оставлю ссылочки, если вы еще не видели. А сегодня я расскажу про те книги, с которыми я проводила время на пляжу, так скажем, то есть с которыми я расслаблялась последние две недели, проведенные на теплом-теплом море, точнее, если сказать, океан. Второй раз я записываю это видео, первый раз оказался совершенно не в фокусе, что совершенно плохо. И поэтому мне придется заново включать мой супер-ридер, чтобы назвать всех авторов, все книги, которые я прочитала. Так что ждем! Начала я свой, так называемый, отпуск с книги Малкома Гладуэлла, имя, которое сложно запомнить, поэтому я точно напишу все названия в описании к видео. Книга называется «Гений и аутсайдеры. Почему одним все, а другим ничего». На книгу я наткнулась в одном из видео блогера Оксаны Близнец, опять же, я оставлю ссылку на ее видео. Она в последнее время ушла больше в такие видео о саморазвитии, что-то такое, но, тем не менее, про книги она все-таки иногда снимает. И вот в одном из видео я услышала про эту книгу и прям загорелась идеей прочитать, потому что там действительно очень много интересных фактов, то, что я очень сильно люблю. Эта книга не посвящена саморазвитию, и там не говорится, как вам стать гением, но там говорится, как стали гениями другие и почему они стали таковыми. Приводится очень много примеров, и, в частности, автор приводит такую волшебную цифру, как «10 тысяч часов». Он говорит, что те, кто что-либо в своей жизни что-то усердно делал 10 тысяч часов, становятся так называемыми гениями, и они получают успех признания, я не знаю, девочек. Очень многие истории, которые рассказывает автор, казалось бы, даже к теме не относятся, но он потом это все так подводит, такие выводы делает, что, понимаешь, да, вот это вот причина гениальности. Мне понравились истории и про программистов, которые в итоге стали Биллом Гейтсом и там еще каким-то клевым известным чуваком, которые, когда пришла компьютерная эра, стали поднастоящими успешными людьми, потому что они занимались к этому времени этим программированием уже очень-очень долго, именно поэтому они стали успешными. Что группа Битлз выступала в Ливерпуле по 10 часов в день, по-моему, и поэтому они наработали свои 10 тысяч часов и стали гениальными, а не потому что изначально это была какая-то гениальная группа. В общем, в таком духе написана эта книга. Много очень действительно интересных историй, которые, когда закрываешь книгу, хочется пойти перескать друзьям, сказать, а вот вы знаете, а вот там, а вот там. Кстати, еще очень интересный оказался для меня личный факт, что Николай II является третьим самым богатым человеком в истории человечества. Там все остальные имена вообще мне лично не знакомы, есть парочка фараонов, но вот то, что Николай II – третий в этом списке за всю историю человечества, мне кажется, это очень интересная штука. Следующая книга, которую я прочла, Мариса Майер, по-моему, ее автор. О, да, Мариса Майер, «Киберзолушка» называется эта книга. Это, опять же, подростковая книга, опять же, приключенческая книга, но что особенно про нее интересно, она представляет собой сплетение фантастики и всемирно известной сказки Шарли Перо или «Братьев Гримм», скорее всего, «Братьев Гримм» или «Шарли Перо». Шарли Перо, скорее всего. Вот я это сейчас свой ликбез демонстрирую на весь интернет. Все мы знаем ту самую историю, где у нас есть девочка, у нее есть мачеха, у нее есть злые сестры, и у нее, конечно же, есть прекрасный принц. Тут все это есть, только с одним условием. Наша Герене – киборг, и нога у нее не настоящая, соответственно, понимаете, да, параллели с туфелькой, и, конечно же, есть балл, но при этом все в такой вот этой фантастической обстановке, в таком фантастическом антураже, что кажется, как будто это совершенно новая история. Что меня немножко смутило, финал был открытый, и я подумала, что, наверное, есть продолжение, но продолжение уже про «Красную шапочку», так что с Золушкой, наверное, как-то автор распрощалась. Как эксперимент было очень интересно. Потому что я, наверное, очень люблю такие пересказы сказок на современный лад, и в свое время их прочла немало, поэтому книга мне понравилась, и, скорее всего, завтра дальше буду знакомиться. Следующая книга моя, прочитанная в эти две недели, Колин Маккалл и ее «Поющий в Терновнике». Я очень много слышала про эту книгу до этого, что это такой любовный роман, возведенный в ранг классической литературы, и все подобные вещи. И вот два вот этих слова «любовный роман» меня все время пугали, поэтому я не знала, стоит ли мне читать эту книгу или нет, но я решила попробовать. И вот тем более было там очень много страниц, но моим ридерам это 1800 страниц, что для меня немало. Я подумала, будет скучно, будет длинно, но нет. Очень динамичная история. Мне понравилось, что каждому персонажу уделено равное количество времени, то есть очень много времени, а персонажей немало, и к каждому успеваешь привязаться. Историю каждого успеваешь вникнуть. Поэтому только плюс автору за все вот эти маленькие детали. Что касается самого сюжета, он длится, самая история длится меньше 50 лет. Он попал 40 с чем-то лет. Потрясающе! Сколько это времени! Для меня «Поющие в Терновнике» это смесь фильма «Австралия» с Хи Джекманом и «Унесенных ветров» Маргарет Митчелл. То есть если вы смешаете вот эти две штуки, и так потрясете, получится «Поющие в Терновнике». Почему эта история часто именует именно любовным романом? Хотя я бы так вообще не говорила, потому что у нас тут есть, конечно же, запретная любовь. Такая главная тема, можно сказать. Наш главный герой – священник, и наша главная героиня – его на 18 лет моложе. А священникам в какой-то церкви нельзя жениться. Вот нашему священнику как раз нельзя жениться, поэтому у нас все плохо там в любовной линии. А так, в принципе, это просто унесенное ветром в Австралии. Что-то вроде этого. Там попала туда и Вторая мировая война. То есть период временной немножко другой. С начала 20 века по, я не знаю, посередину 20 века. Но при этом атмосфера сама очень похожа. Главную героиню зовут Мэгги, и мы с ней знакомимся, когда ей всего 4 годика. И прощаемся, когда ей уже 50 с чем-то. Так что немало за это время происходит. И понятное дело, что там не всегда происходят только хорошее и приятное. В общем, я в восторге от этой книги, потому что действительно это было увлекательное чтение и написанное, признаться, отменным языком. Как раз тем языком, которым мы любим величать классическим. Вот в классической литературе именно такой язык. Он легкий, приятный, но при этом очень такой возвышенный, правильный, красивый. И тот, который действительно приятно читать. И к тому же легко. И последняя книга, которую я купила в бумажном варианте. Где у меня начало? Я сначала не знала, о чем эта книга. Я увидела ее, по-моему, у Кати Тастик-блогера английского, американского. И я подумала, почему бы не купить. Конечно, сестра отобрала у меня электронную книгу, поэтому пришлось. Я сначала даже аннотацию толком не нашла. Только когда пришла в отель, я поняла, что вот она, вот эти разрозненные слова, это типа аннотация. Откуда даже не ясно, главный герой какого пола. Главный герой наш мальчик, его зовут Натан. И я люблю произносить это имя, как Натан. Потому что, наверное, на русский язык он так перекладывается. И эта книга очень сильно напомнила мне Гарри Поттера. Хотя здесь нет ни волшебных школ, ничего. Но вот эта история ведьмаков, где там ведьмы и ведьмаки. У нас есть белые ведьмы и ведьмаки, и черные. Соответственно, черные плохие, а белые как будто хорошие. Наш герой, как судя из названия Халпет, наполовину темный, наполовину плохой, как он сам себя величает, а наполовину светлый. И у нас есть совет некий, который в моем представлении очень похож на то самое Министерство магии из Гарри Поттера, куда его все время таскают на всякие допросики, измеряют, взвешивают. Повествование этой книги начинается с того, что наш главный герой оказывается в пещере, где его просто, я не знаю, третируют, если я правильно понимаю значение этого слова. В общем, издеваются над ним, заставляют его тренироваться всячески, а его надзирательница это просто какой-то, на первый взгляд, монстр. И ты вообще не понимаешь, а куда я попала, меня кинули в гущу событий, что происходит. Но потом события начинают постепенно отматываться назад, и мы видим, что было до этого, и как-то уже более спокойно повествование идет. Вторая книга выйдет в сентябре... Ой, сентябре. Весной 15-го года, так что, в принципе, не очень долго осталось ждать. Не знаю, буду ли я гоняться за продолжением, но если попадется, почему бы и нет. В любом случае, книга была интересной, приключенческой, увлекательной, и все, что можно сказать про такую книгу, где много всего происходит. Что, наверное, мне в ней не очень понравилось, было слишком много персонажей. Я их все запомнила, никого ни с кем не путала, но какая-то такая картина складывалась, что главный герой там с одним попрощался, и сразу новый персонаж там. Этого сказал пока, и потом еще новый персонаж. То есть было слишком много людей, наверное, для меня в этой книге. В любом случае, если она вам попадется... Обложка-то красивая какая, а? Если попадется, обязательно на нее взгляните. Такая у нас свежая новиночка. Ну а на сегодня это все. Расскажите, где вы отдыхали этим летом, даже если это была отдача, расскажите, что там такого крутого вы читали. И я сегодня ходила на Геракла. Вы знаете, да, фильм сейчас идет. Я думала, что там будут 12 его, как его называется, подвигов. Оказалось, что они придумали там какую-то альтернативную историю этому Гераклу. Ну, в общем, я пока в какую-то расселенность. Если вы смотрели фильм, также поделитесь со мной мнением. Очень интересно. Я напоминаю вам, что в это воскресенье в 7 часов вечера по Москве у нас будет видеотрансляция. Свои предложения, пожелания, опять же, можете оставлять в комментариях или на моей страничке на Ask.fm. Все будет озвучено, все будет отвечено и все будет обсуждено. Можно ли так говорить? Я не знаю. И я всегда ваша. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok